На повестке нет номера. Стоит слово, написано слово «предлагаю» явиться. Военные не являются, военные прибыли. Прибывают, да? Дальше написано «по вопросу призыва на военную службу по мобилизации». Получается, 30-летнего мужика еще раз взяли как призывника на срочную службу. Потом дальше, ниже стоит военный комиссар, руководитель, в скобочках, Кущевского района Краснодарского края. То есть, получается, это гражданское лицо принимает на военную службу. По договору принимает на военную службу призывников. Да, тут выше еще какое-то отделение ППП и УМЭ. Что это за расшифровка, хрен его знает. Ниже, где вместо печати не указано воинское звание, кто его призвал. Подпись, инициалы, имени и фамилия. М. Кашин стоит. А должности его нету. Ни звания, ни должности. На печати нету ОГРН и ННН. Она не вся читаема. Стоит слегка под наклоном. Ну, на лицо подделка, подлог. Печать фальшивая, самодельная, никому не принадлежащая. Ну, вот, наверное, этот М. Кашин, частное лицо, взял себе раба на военную службу, так скажем. Даст ему какую-нибудь игрушку, пистолетик. Ну, и потом, неизвестно, придет, не придет этот человек. Да-да, снял в аренду комнатку в каком-то помещении, и там призывает всех. Вывеску сняли, все разошлись под домом, и нет никакого. В этом голосовом я разобрала все косяки, что я увидела на этой повестке. Липа, вообще, даже невооруженным глазом все это видно. Если бы у баранов были мозги, которые бы это, и глаза, да, которые бы это все узрели, то, естественно, этот парень был бы сейчас дома в кругу своей семьи. А так 30-летний мужик пошел еще раз служить, хотя он служил 12 лет назад. Вот, и сейчас его опять взяли на воинскую службу по мобилизации. Нормально, да? Частное лицо какое-то арендовало помещение, кабинетик, и призвало его. Должности нет, звания нет, ничего нет, МСУ, при чем здесь МСУ, да? Кущевского района Краснодарского края. Что это? Подсобка какая-то, слесарка, военный комиссариат или дом управления. Кто его призвал на службу? Дворник какой-то мимо проходил? Вообще, лажа конкретная. Люди, глаза-то откройте свои, прежде чем детей своих и мужей своих отдавать на растерзание. Прочитайте, изучите вот это все, запомните, разошлите всем. Может, еще кто что увидит, подскажите.